Смоленская АЭС На плановом совещании с руководителями подразделений главный инженер станции Алексей Лещенко сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом». В работе 30 энергоблоков, 7 блоков в ремонте. Нагрузка суммарная по концерну 25 260 мегаватт. По году выработка составляет 68 миллиардов 660 миллионов киловатт-часов, что составляет 101,68% от планов ФАС. На Смоленской АЭС в работе 1 и 3 энергоблоки. Общая мощность составляет 2093 мегаватта. Замечаний к работе оборудования нет. Энергоблок номер 2 10 апреля находится в плановом текущем ремонте. За 20 дней апреля энергоблоками Смоленской АЭС выработано более 1 миллиарда киловатт-часов, что превышает плановое задание на 36 миллионов киловатт-часов. С начала года выработка составила 6,2 миллиардов киловатт-часов. Сверх плана 25 миллионов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. Смоленскую АЭС Представители трудовой инспекции отметили хорошее состояние атомной станции с точки зрения организации производства, эффективное взаимодействие работодателя и профсоюзной организации в области охраны труда, а также ряд положительных практик в данном направлении, которые, по их мнению, достойны тиражирования на другие предприятия области. Они предложили атомщикам поделиться опытом с коллегами других предприятий региона в рамках региональных мероприятий, организованных администрацией области в преддверии Всемирного дня охраны труда. 18 апреля состоялся эксклюзивный заплыв на акватории Десногорского водохранилища. Участники Всероссийского кубка по плаванию на открытой воде «Иверсвинсириес» отметили уникальность пруда охладителя Смоленской АЭС и его экологическую чистоту. Организатора соревнований Ассоциацию «Иверская миля» поддержали администрация и профсоюз Смоленской АЭС – администрация Десногорска. Заплыв на Десногорском водохранилище дал старт сезону открытой воды 2021 в России. Соревнования объединили более 200 спортсменов из городов России, Молдовы и Белоруссии. Пловцы испытали себя на дистанциях 950, 1900 и 5000 метров, а также в эстафете. Участниками стали как профессиональные спортсмены, так и любители здорового образа жизни. Здесь, благодаря Росатому, у нас прекрасные возможности. Это и чистая вода, отличный водоем и, самое главное, комфортное для участников температуры воды. Спортсмены назвали Десногорское водохранилище оазисом туризма и активного отдыха на воде. По их мнению, уникальный водоем с чистой водой, экологически замкнутой и современной экосистемой является одним из примеров бережного обращения атомщиков к природе и заботы об экологии. Смоленская атомная станция, как ответственный водопользователь, ежегодно планирует и реализует целый комплекс водоохранных мероприятий. Влияние атомной станции не представляет опасности для населения и природы. Состояние экосистем оценивается как благополучно. Спортсмены получили незабываемые эмоции и радость от соревнований на Десногорском водохранилище. Проверили себя на выносливость, ведь для прохождения таких больших дистанций на открытой воде необходима хорошая спортивная подготовка. Каждый раз преодоление себя, потому что это очень тяжелый вид спорта. Нужно плавать очень много километров, чтобы чего-то добиться в плавании на открытой воде. Не остались в стороне от всероссийского заплыва и спортсмены Смоленской АЭС. Игорь Андреев, инженер электрического цеха, даже вошел в число сильнейших, заняв в своей возрастной категории второе место на дистанции 1900 метров. Заявился сразу же, получил море эмоций, заряд. Сейчас на работу пойдут с 16. Ну вообще супер. Вода, то, что надо, боялись, что будет, конечно, прохладно для стоп, для кистей, для лица. Да нет, вполне вообще кровь начинает циркулировать в комбинезе, все отлично вообще. Впереди участников заплыва ждут новые старты на открытой воде, но они уже сейчас мечтают вновь вернуться на нашу акваторию. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. С важными событиями из жизни станции вы можете ознакомиться в разделе САЭС на сайте rosenergoatom.ru, а также в официальной группе Смоленской АЭС в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok